Всем доброго утречка, мои хорошие! Начинаю новый влог. Я сегодня в новом сарафанчике. Кто-то спрашивал, зачем вам так много вещей. Но мне же надо с вами снимать для вас видео. И не все время же в одном и том же. Надо что-то менять. Вот сейчас утро. Я сижу, пью кофе. Сегодня я собираюсь съездить к дочке. На несколько часов она попросила с Деней побыть. Ей там нужно куда-то съездить. Но пока утро. Пока что я еще дома. Поэтому я хочу вам показать, что я заказала в Фабеллик по новому каталогу. Вчера забрала заказик. И наконец-то пришел новый коктейль. Я заказала новый коктейль. Уже со вкусом черной смородины. Девочки, я вот такой коктейль клубничный вам показывала. Я уже пила три дня подряд. Три вечера подряд. Буквально вечером уже ужинаю. Я где-то около шести часов. А потом уже часов в девять, полдесятого мне хочется есть. Я раньше это все закидывала в бутерброды. А сейчас я вот этот коктейль пью. И все. Я спокойно сплю. Никакого желания поесть больше нет. Кстати, коктейль очень приятный. И я его разбалтываю в шейкере. И он в шейкере получается такой воздушный. Знаете, вот пышный такой. Ну, легко пьется, как коктейль действительно. Вот. Ну и вкусненький. В общем, я решила еще попробовать другой вкус. Понравился он мне. Понравился, да. Девочки, а что еще я заказала? Я давно уже хотела такой заказать приборчик для кухни. Но все как-то вот не получалось. Ну, в этот раз получилось. Вот какая штука. Так как я люблю отбивные. Отбивные я привыкла стучать молотком. Молоточком специальным таким для отбивных. Ну, понятное дело, что это громко. И все соседи слышат. Ну, вот такой вот приборчик. Вот так вот стукаешь. И прокалываются кусочки мяса. В общем, я надеюсь, это будет теперь у меня потише. И не будут соседи слышать. В общем, попробуем, девочки. Ну, сегодня я это пробовать не буду. У меня нет времени. А вот я протестирую буквально, наверное, в следующем, может быть, видео. Ну, или на следующей неделе. В общем, обязательно протестирую это дело. В общем, я рада, что я это дело взяла. Как-то он называется, этот прибор. Такое название сложное. Называется тендерайзер для мяса. Тендерайзер. Ну, я такое слово даже не знаю, честно говоря. Вот. Ну, вот такие дела. Что еще я заказала? Ну, заказала немного. Я очищаю еще и мицеллярную воду для чувствительной кожи. Вообще, вот эти вот средства, которые вот с таким красным крестиком, они мне нравятся. У меня кожа чувствительная. И вот я решила попробовать такую мицеллярную воду. В общем, как для наборчика взяла. Дальше я взяла Стор Амор. Это молочко для тела с афродизиаками. У меня такое молочко еще есть. Ну, я взяла еще одно. Хочу подарить своей невестке. Себе взяла дезодорант. Шариковый такой. Ну, я попробую просто с афродизиаками для чувствительной кожи. Вообще, вот эта вот серия, она для чувствительной кожи идет. С такими розовыми полосочками. Ну, я поэтому взяла. Для чувствительной кожи. Это значит для моей кожи. Это значит мне подходит. Ну, и взяла еще вот такую масочку, которая пенится. Масочку эту тоже я хочу подарить невестке. Вот масочку и вот это молочко. Ну, и новый каталожик. Вот он. Вот так вот он выглядит. Это 12 каталог. Вот. В общем, вот так вот. Такой вот заказик небольшой сделала. Но самое главное, вот я хотела коктейль и вот этот тендерайзер. Хотела. Вот. Ну, будем пробовать. Будем пробовать вместе с вами. Что еще я хотела вам сказать, девочки? Почитала я комментарии. Ну, по крайней мере, пару человек написали. Так вот это вот Арту, это вы купили или дочка вам купила? Ну, я не знаю. Я, может быть, там как-то непонятно выразилась, что люди не поняли. Да? Дочка мне купила. Но выбирала я. То есть я, когда ей сказала, мне нужно заехать в аптеку, мне нужно купить лекарство. Но вот это лекарство, которое я покупала раньше, упаковка, там 120 таблеток. Больше трех тысяч нынче стоит. Вот оно дорожало, дорожало и уже дорогое совсем стало. Она говорит, я тебе куплю. Мы заехали в одну аптеку. Я говорю, сиди пока в машине, я пойду спрошу. Потому что, говорю, есть еще какая-то другая Артра, я хочу узнать, что к чему. Вот. Я спросила аптекарше, чем отличается одна Артра от другой. Она мне все разъяснила. Я все поняла. Решила взять попробовать новую формулу. Пошла в машину. Дочке говорю, вот она стоит там 1699, тогда мне сказала аптекарша. Доча говорит, подожди, не спеши брать. Поехали еще в другие аптеки. Я ей сказала, я хотела уже купить. Она говорит, правильно сделала, что не купила. Потому что я тебе ее куплю. Поехали еще посмотрим, где еще, может быть, подешевле будет. Мы заехали еще в несколько аптек. Там и 1800, и 1900. Дочка уже сама выскакивала из машины, просто заходила, спрашивала цену. В одной аптеке вообще 2050. Она когда в машину села, говорит, как ты думаешь, сколько? Я говорю, что, 2000? Она говорит, 2050. Я говорю, да поехали уже в Югфарму, да и возьмем там нормальная цена. И в конце концов, в несколько аптек она заходила, везде цены дороже. И мы уже потом поехали в Югфарму. Ну, уже в другую аптеку там по пути была. И мы зашли в аптеку вместе. Она просто оплатила это лекарство и все. То есть, получается, она мне купила. Ну, к чему такие вопросы? Вы мне что, не верите, что ли, что я сказала, что она мне купила? Значит, она мне купила. Кому-то не нравится, что я рассказываю, что мне дочка покупает. Вообще, раньше такие мелочи. Ну, я считаю, как бы лекарства там, какая-то там, не знаю, кастрюлька, вот такие вещи. Я бы не стала даже вообще об этом говорить. Но когда вы пишете, что дочка тратит деньги только на себя, больше ни на кого. Поэтому вот я просто решила в одном видео вам перечислить, что мне дочка купила. А почему бы и нет? Чтобы вы не думали, что она мне чего-то не покупает и деньги на меня не тратит. Вот все я сказала. Это для тех, кто не верит. Вот. Ладно, девочки. А еще один был комментарий. Написала мне девушка, 42 года. И она пишет, у нее такая же проблема, как и у меня. Тоже вот она там уже два курса проколола уколов. Там все болит, ничего не помогает. Ну, я вам хочу сказать, обследоваться все равно надо. Хотя у меня, честно говоря, на это обследование ушло много денег и времени. Вот пять лет назад. Но я просто не в состоянии была работать. И мне нужно было, в конце концов, обследоваться для того, чтобы поставили правильный диагноз. И начали правильно лечить. Потому что до этого тоже месяца два, наверное, меня кололи. Два или три месяца я уже ползала на работе. Просто уже со слезами работала. Просто не могла ходить. Ноги вообще отнимались. Я вынуждена была уволиться. Потому что такие работники, ну, как бы не нужны. И для меня это было мучение. Я со слезами увольнялась. Мне так не хотелось с работы уходить. Работа любимая моя. И зарплата хорошая. И все. Ну, вот здоровье тогда меня подкосило. И я уволилась. И лежала пластом дома. А мне ничего не оставалось делать, как просто идти и обследоваться. У меня тогда просто был запас денег. И я пошла там МРТ, там УЗИ-шмузи. Там, я не знаю, проверяли все. Полный состав крови. Все-все-все проверили. И, в общем, в итоге мне диагноз поставили такой, какой я вам озвучила в прошлом видео. Я хочу обратиться вот к этой девушке, которая мне написала. О, вы моя спасительница. Я теперь знаю, что мне надо купить. И туда-сюда. Но в любом случае нужно, чтобы все равно вы обследовались. Потому что у меня, допустим, одна причина, один диагноз. У вас может быть что-то еще там найтись. Но в любом случае я просто знаю уже по опыту, что опорно-двигательная система у людей, вот кому за 40, кому за 45, уже начинает хуже работать. И уже не так вырабатываются вот эти вот необходимые вещества для подвижности суставов, позвоночник страдает. Особенно у кого, допустим, работа там сидячая. Хотя у меня была ходячая тоже все время на ногах. Тоже не очень легко. Ну, в общем, в любом случае, это проблема у многих женщин. И врач, которая меня лечила, вот она физиотерапию мне назначила. И там я уже вот как-то заобщалась с врачом, который вот физиотерапию назначает. И она тоже ходит с палочкой. Она говорит, я уже много лет этим болею. Поэтому вот эти вот препараты, их уже приходится пить все время. Ну, с интервалом, но это уже просто пожизненно. Это уже такая проблема, она как бы пожизненная. Остихондроз, остеофтроз, если он начался, то уже он уже и будет дальше напоминать о себе. Еще я хочу сказать, что мне, конечно, на ноги еще поставила процедуру физиотерапии в физиотерапическом кабинете. Мне назначили полимаг. Это такой, знаете, вот как магнит, там такими вот полосками. И вот мне положили на пушетку там. Вот буквально от шеи до копчика на пушетке лежит вот этот магнит. И сверху меня положили вот такую тоже длинную штуку. И вот 10 сеансов полимаг. Буквально вот после нескольких сеансов буквально я начала уже чувствовать себя лучше. Я уже стала ходить легче. И я думаю, что мне этот полимаг тоже очень хорошо помог. Вот, так что нужно все-таки обращаться к врачу. Конечно, хорошо, когда есть толковый врач. Потому что я ходила сначала по нескольким врачам. Я видела, что мне назначают всякие лекарства, уколы и всякую всячину. Там даже какую-то гимнастику, массаж назначали. В общем, что-то еще. Мне ничего не помогало. Мне ухудшение было, а улучшения не было. Я уже стала спрашивать у самих врачей, какой терапевт у нас самый лучший, к какому терапевту мне пойти. Потому что... Но я лично считала, что мне, возможно, неправильный диагноз поставили и неправильное лечение назначили. И вот когда я уже попала, мне уже там посоветовали к одному терапевту. Я уже попала к ней. И она мне сразу сказала, мне нужна полная картина. Значит, вам просто нужно будет сходить МРТ сделать. Вам нужно будет полностью анализ крови сделать. Прямо весь анализ крови там. Все компоненты. Потом она снимки там смотрела. В общем, все это дело. Что-то еще у меня УЗИ сосудов. В общем, буквально проверяли все. И потом она уже, когда мне лечение назначила, вот уже это лечение мне повело на поправку. Вот такой вот я совет вам почудать. Это тем, кто страдает суставами, позвоночником. Потому что, девочки, нельзя вот так вот просто взять и начать лечение то, которое я, например, лечусь. Я с вами просто делюсь. У меня такая вот проблемка. И вот что я принимаю, какие результаты. И вот я на данный момент, вот это лекарство, которое не лекарством является, вообще это БАДом считается. Но препарат этот Артра я давно употребляла. Просто я же говорю, я принимала его, который был с двумя компонентами. А сейчас я новую формулу начала принимать. И хочу с вами просто поделиться своими ощущениями. Будет мне улучши от новой формулы. Или, может быть, я буду искать потом в следующий раз старую формулу. Но хочу вот этот курс пропить именно вот с новой формулой. МСМ. Артра МСМ. Вот. А если у вас еще, кстати говоря, бывают боли, но я вам хочу сказать, бывает, когда начинается вот это вот заболевание, как начинается обострение, вернее, да, начинает очень сильно болеть. Но у меня, например, поясничный отдел. Это вообще вот первое, что начинает у меня страдать. Меня выручает деклофенак массы. Эту массу я вообще вот даже когда у меня обострение, я таскала с собой все время на работу. Я на работе мазала, там оно как бы местно обезболивает. На какое-то время, на несколько часов это хватало. И таблетки деклофенак употребляла, если прямо вот сильное обострение. Ну и также мне врач прописывал при обострении пить нестероидные обезболивающие средства. Я предпочитала немесил, потому что его легче. Пакетик с собой взял на работе, раз растворил водички, выпил, побежал. Тоже выручал, но тоже увлекаться нельзя. Там, по-моему, больше трех дней пить нельзя. То есть три дня подряд, а потом уже нельзя много пить. Вот, так что смотрите, вы меня слушаете, но все-таки слушайте больше врачей. Лучше найдите толкового врача, который вам сделает правильный диагноз и правильное лечение назначен. Ну вот, я все сказала, девочки. Сейчас я еще продолжаю пить кофе. Сейчас пока что утро. Но я уже собираюсь, я уже вот искупалась. Сейчас все. Собираюсь и скоро поеду уже к дочке. Не знаю, там будет мне что снять, не будет что снять. Посмотрим. Ну, в любом случае, вы всегда со мной. Денечка, а ты складываешь игрушки, да, Зайка? Или ты просто решил поиграть? Ну, поиграй, поиграй. Ну, вот я у дочки нахожусь. Так, тут телевизор у нас, надо его потише сделать. Ну, и что, я пришла. Они пока были в бассейне. Я тут прибрала немножко. Полики помыла. Умница мамочка. Всех накормила, постирала. Все. Белье повесила. В этой комнате опять у нас бардак. Ну, что поделать. Кстати, девочки, я вам дверь не показывала. Но вот дверь такая белая внутри. Темная снаружи. Она у нас как раз подходит к дверям, которые у нас тут стоят. Вот. И еще надо будет ее просто там замазывать. Но это уже дочка будет заниматься потом. А я вот одела ободочек такой. Смотрю, вроде как прикольненько. Но надо снять уже. Помяла прическу немножко. Ну, ладно. Ничего так. Дочка уже ушла на свой загар. Автозагар там какой-то у нее. Ну, в общем, где-то часа два ее не будет. Потом придет и отпустит меня домой. А завтра я опять к ней приеду. Спит наша малышка. Спит. Тихий час у нас, да? Да. А Денечка у нас тихий час не хочет. Он просто мультики смотрит у нас. Да, Денечка? Давай кушай макарошки. Я тебе дам еще что-нибудь. Денечка, а что это ты кушаешь? Масло, сыр. Масло, сыр. И хлеб. И хлеб. Молодец. Ну-ка, выйди на свет, на свет. Выйди. Посмотрим на тебя. Сюда выходи на свет. Я пришла, что я опять пела на весь день. Слушай, ну классно. Ну, ты как на море побывала. Как будто с моря приехала. Но это еще не все. Это сейчас загар мы сделали. Сейчас я искупаюсь. И будем набирать до завтрашнего дня загар. Я тебя завтра не узнаю, да? Ну да, тут должна быть чоколада. Все ясно. Ну, ты красотка, ладно, молодец. Ну, все, девочки, я приехала домой. На улице жара, духота. Я приехала, мне тишина, покой здесь. И решила покушать незамысловатый такой ужин. Я, кстати, иногда, вот мне бывает неохота готовить. Вернее, даже не столько неохота, а мне хочется вот какой-то такой сухой паек покушать. Я вам сейчас покажу, что я собираюсь есть. Вот просто-напросто хочется обычную такую человеческую еду поесть. Просто вареная картошка, вареные яйца, и помидорчик, и огурчик. И вот так вот немножечко там шейка у меня, сыр, хлебушек, все. И соль, и ножик. Сейчас это буду потихонечку чистить, кушать и смотреть телевизор. Ну, а на этом, девочки, я хочу видео свое закончить, чтобы быстрее вам смонтировать его и выложить вам его на YouTube. А завтра мне нужно будет обратно ехать к дочке. После обеды она меня ждет. Я поеду завтра с ночевкой. Я отпущу ее вечером проведать своих друзей. В общем, отдохнуть немножечко. От всяких рутинных наших дел, да. Вот. Ну, на этом я прощаюсь с вами. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока. Ссылочку на фибрилек я оставлю внизу в описании. Субтитры сделал DimaTorzok